А можно поинтересоваться, значит, студенты, как-то, у некоторых я знаю, а у некоторых нет. Некоторые новые студенты. Новые? Откуда? То есть с какого курса? С третьего, а второго я не знаю. Есть ли со второго? Нет, да? Начиная с третьего курса. Все наши студенты. Все наши. Ну, без гарантии, но с большинства. И скажите, как у курса. Может, один-два есть? Один-два? Можно начинать, да? Значит, ну, во-первых, я прошу, что не за то, что на неделю это отложилось, я просто привалел, простыл, и, надо сказать, до конца еще не пришел в себя, но, кажется... Думаю, что справлюсь с сегодняшней лекцией. Значит, ну, название лекции здесь написано. Это исследование фундаментальных свойств вакуума в сверхсильно вкладанных полях. Значит, я расскажу о том, какие это свойства, что можно экспериментально, в принципе, наблюдать, и какие перспективы, и как это все считается, как это можно все сосчитать. Значит, на самом деле, вот эту лекцию я читал в Японии, вот только именно там я их заболел. Значит, на школе, вот тут написано, международная школа для молодых ученых в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. И, значит, что такое вакуума? Ну, если говорить о... значит, для того, что не все студенты знают, что это такое, насколько я понимаю, что такое вакуума, ну, вот квантовая электродинамика, то есть в теории взаимодействия, электромагнитных взаимодействий, где, собственно, присутствуют только, строго говоря, присутствуют только частицы электронов, электронов и фотон, вот эта теория взаимодействия частиц называется квантовой электродинамикой. Значит, ну, в любом случае, в квантовой теории поля вакуума — это такое состояние с ненавшей энергией. Или основное состояние. Или основное состояние. Если говорить о квантовой электродинамике, то квантовой электродинамики — это значит вообще никаких частиц нет. Ни электронов, ни позитронов, ни фотонов — частиц нет. И поэтому энергию такого состояния можно положить, можно считать равной нынему, просто отсчет ввести, ввести одну энергию. Вот это состояние, значит, вот это состояние, как бы, электромагнитного электронов, электронного цвета, когда частиц нет вообще, оно и называется вакуумом. Но это не пустота, как мы сейчас с вами увидим, а это среда, которая обладает определенными свойствами. Например, квантовой хромодинамики, ну, это уже, так сказать, и студенты четвертого курса, пока еще не знают, что это такое, наверное. Поэтому я просто хочу сказать, что квантовая хромодинамика — это теория не пертурбативная. То есть там не работает теория возмущения. Там вакуумное состояние, оно гораздо более сложное, чем в квантовой электродинамике. В частности, там существует несколько вакуумных состояний, они могут существовать. существовать, там есть, ну, не важно. Важно то, что вакуум — это не пустота. Она обладает сложной структурой. Ну вот если говорить о квантовой электродинамике, а мы только об этом и будем говорить, то вакуум представляется таким образом, что в вакууме рождаются виртуальные электронные пары, тут же они генерируют. И вот, как говорится, вакуум — это такая среда, в которой, ну, как бы… которая так дышит. Но, что надо важно сказать, что размер вот этой вот петли, то есть размер, на котором, как говорится, рождаются электронные-позитронные пары, он меньше или порядка комтоновской длины. Комтоновская длина — это вот 10 минус 11 сантиметр, 3 на 86 аж на МЦ. Что это такое? Вы знаете, комтоновская длина? Значит, может, не все, потому что не все кивают, как говорится. Комтоновская длина — это минимальный размер области, в которой можно локализовать частицу. Потому что, если вы локализуете частицу, значит, в области размером с комтоновскую длину, то из соотношения неопределенности легко видеть, что неопределенность импульса будет порядка МЦ. Дельта Х на Дельта Х больше или порядка А, правильно? Если у вас Дельта Х порядка комтоновской длины, то есть А на МЦ, то Дельта Х окажется просто порядка МЦ. А если импульс порядка, неопределенность в импульсе порядка МЦ, и, соответственно, в энергии порядка МЦ квадрат, то вы уже не знаете. Одна у вас частица, две частицы. То есть попытка локализовать частицу на таком маленьком расстоянии приводит к тому, что начинают рождаться пары, и вообще говорить о том, что у вас есть одночастичное состояние, становится бессмысленно. Поэтому комтоновская длина – это минимальное расстояние, минимальный размер той области, в которой можно локализовать частицу. Ну и, соответственно, комтоновское время, это, так сказать, связано просто с комтоновской длиной делить на С, это 10 минус 29 секунд. Естественно, маленькая. То есть, иначе говоря, когда я говорю, что на этих расстояниях возникает пара виртуальных частиц электрон-позитрон, потом они гелируют, то это невозможно измерить. То есть это никак вроде бы не проявляется. То есть эти частицы заметить в эксперименте нельзя. А вот как они сказываются на каких-то физических явлениях, об этом мы позже как раз и поговорим. Ну, с точки зрения, значит, вакуум, вот если в динамике, то это вот такая какая-то штука. Рождаются, они гелируют эти самые частицы. И как сказал в свое время Сарк Яковлевич Кумиранчук, вакуум – это кипящая кванковая жильность. Вакуум – это кипящая кванковая жильность. Еще он призывал ребята изучать и вакуум. Потому что, так сказать, вакуум на самом деле определяет практически все. Вот внешнее поле. Оно может поляризовать вакуум. Что значит поляризовать? Ну вот, понимаете, вот эти вот самые петли, они как бы, если я включаю, например, электрическое поле, то они деформируются и вытягиваются. И получается, что у вакуума в единице объема вакууме получается некий… Ну, просто поляризация происходит. Точно так же, как в среде. В среде происходит то же самое. В среде есть атомы, у вас самый простой атом, скажем, водород, электрон, электрон. Ну, симметричная козла система. И с тем более в основном состоянии включили поле. Ну, она деформировалась, появился вектор П, поляризация. И вакуум приобрел некие свойства соответствующие. Ну, значит, в присутствии внешнего электромагнитного поля вакуум становится нелинейной оптической средой. Нелинейной оптической средой. Точно так же, как в обычной среде, как в обычной электрогенальной микроскопической. Ну, поляризация вакуума еще проявляется, и вот, например, в таким внешнем поле, может, в Кулоновской поле. Вот в Кулоновской поле, это что такое? Это значит, вот есть центр поля, и он испускает виртуальные фотоны. Если у вас тут есть где-то какая-то частица, то с этим виртуальным фотоном она может взаимодействовать и рассеяться там в Кулоновском поле. Но поскольку есть вот такая диаграмма, что этот фотон может петлю, родить электронно-позитронную петлю виртуальную, то вот это поляризация вакуума. Но надо сказать, что эффекты вакуумной поляризации, они экспериментально наблюдательные. Это, прежде всего, спонтанная эмиссия, эффект Казимира, Кулоновский сдвиг, ну, можно было бы добавить еще аномальный магнитный момент. Это известные вещи, о которых, значит, может быть, многие знают, слышали или читали. Это все эффекты, связанные как раз с поляризацией вакуума. То есть это опять, я говорю, в пользу того, что вакуум это не пустота, это есть некая следа с определенными свойствами. Нас с вами будет интересовать вот эта вот часть, то есть нас будет интересовать эта часть, то есть свойства вакуума как нелинейной оптической силы. Значит, ну вот начало нелинейной оптики в вакууме, оно было положено Гарзенбергом и Илером еще в 1936 году. Вот их портреты здесь. Но Гарзенберг, вы, наверное, все, когда это знают, кто это такой, слышали много раз. Что касается Рейлера, это не столь известное, знаменитое имя. Он умер очень молодым, в 1931 году. Значит, он умер... Тем не менее, оставил заметный свет физики. Вот, собственно говоря, это есть снимок из их работы, где они вычислили так называемую поправку, линейную поправку к антинжану электромагнитного поля, которая называется, значит, поправкой Гарзенберга-Элера. Это работа 1936 года. Значит, вот там появилось некое критическое поле. Значит, вот оно здесь написано, я о нем еще немножко поговорю потом, что это за поле. Значит, правда, это поле ввели не Гарзенберг-Перега, а ввел Фрид Заутер, еще один немецкий физик, за пять лет до Гарзенберга-Элера в 1931 году. Сейчас это поле часто называют Швингеровским полем, но это, я считаю, грубо говоря, несправедливо, потому что, когда это поле в физике появилось, ввел его Заутер, Швингер был всего 13 лет отрывом, и он, значит, никакого отношения к этому делу не имел. Ну, кроме того, Швингер – это юридический человек, он, как сказать, один из создателей квантовой электродинамики, он получил много выступлений вместе с Фейнманом и с Томонагой. Правда, я считаю, что Томонага – это некая несправедливость, политический ад, и в плане Томонаги неслизмеримо меньше, чем Швингера и Фейнмана. Вот Дайсон был еще один человек, который доказал неперенормированность квантовой электродинамики, поистине заслужил третьей такой награды, но из каких политических соображений премию дали японцу. Может быть, после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чтобы как-то сгладить впечатление, вот они ему это делают вручение. Но, значит, я хочу сказать, что Гайзбер-Пейлер в этой самой работе ввели, значит, соответственно, это готический шрифт, они кроме напряженности поля в вакууме еще и индукцию, соответственно, и появилась электрическая и магнитная проницаемость в вакууме, они это просто написали, так что вот эту работу можно считать началом вакуума-линейной опции. Что такое вот эта поправка к лужиану? Ну, поправка к лужиану, она вот описывается вот такой вот диаграммой в вакууме, вот эта жирная линия, значит, ну, про диаграмму, поднимите руки, кто знает про фермерские диаграммы. Некоторые люди знают. Значит, вот сплошные линии, сплошные линии изображают, значит, электрон, ну, либо позитрон, а вот такая голубая пунктирная линия, эта линия, значит, выражает фотон. Значит, жирной линии, значит, рисуют диаграммы с жирными линиями и диаграмма с простыми линиями. Если тонкая линия простая, то это означает, ну, просто электрон в пустоте, значит, вот и такая диаграмма, на самом деле, если в пустоте ее считать, она просто равна нулю. А вот если это внешнее поле присутствует, Вот здесь линия уже как бы соответствует электрону, взаимодействующему с полем. И более того, взаимодействие с полем, ну, в случае Газберг-Элера, там было постоянное электромагнитное поле, оно учитывается точно, вот изображается, значит, такой жирной линией. То есть фактически это означает, что вакууме родилась и потом анипилировала электрон-позитронная пара виртуальной частицы. Вот что это означает. То есть диаграмму посчитать, то она вот соответствует вот этому слагаемому, вот это вот известный вот жанрами функции вакууме электромагнитного поля, да? А вот поправка невинейная возникает вот здесь, вот она, это за счет традиционных поправок. Вот это, это я специально в скобочке заключил, это поправка из более высокого порядка, потому что взаимодействие с внешним полем здесь учитывается точно, а вот взаимодействие с квантованным полем, или с фатонами квантован, учитывается по теории возмущения. Вот эти вот поправки, они тоже посчитаны, поправки в этом порядке посчитал Владимир Чаритус, а дальше порядка не считались, конечно, это очень сложно, но вот эти вот посчитаны, но то, что здесь написано, это соответствует вот этой вот диаграмме. Вот здесь сразу я хочу ввести некие инварианты, которые нам потребуются. Известно, это, наверное, студенты уже третьего курса прекрасно знают, и, значит, электромагнитные поли характеризуются двумя инвариантами, реликтивистскими инвариантами. F и G не обозначаются, E квадратный, C квадрат, пополам, и G на скалярное произведение. Знаете, да? F и G вводятся. Вот, кроме этого, можно ввести, построить из этих инвариантов вот такие вот, которые, оказывается, более удобными. С их помощью вот формула записывается довольно компактно. Изначально, когда записывалось через эти инварианты, она выглядела довольно громоздко и, так сказать, не очень красиво. Так вот, в теории физики вообще есть такой прием. Обозначил какую-то сложную стучку, одну и букву, и формула сразу стала изящной, красивой. И, соответственно, удобная их работа. Вот, значит, вот такие инварианты. Смысл этих инвариантов состоит в следующем. Если мы с вами, как говорится, перейдем в систему отчетов, в которой векторы ГИАЖ параллельны, то вот этот новый инвариант, это есть напряженность электрического поля в этой системе, а АЖ – это напряженность магнитного поля в этой системе отчета. В той системе отчета, где векторы ГИАЖ параллельны. Это физический смысл вот этих вот инвариантов. Но, я повторяю, они очень удобные. Вот формула выглядит очень изящно. Значит, если мы возьмем, скажем, плоскую волну, поле плоской волны, а в поле плоской волны, как мы знаем, оба инварианта равны нулю. В этом случае и эти инварианты тоже равны нулю. И поэтому никакой поляризации вакуума в поле плоской волны нет. Он просто в ноль обращается. Ясно, что вот ГИАЖ, он должен обладать свойством революции, он должен выражаться через революции. Если они оба равны нулю, то ему нет через чего выражаться. Поэтому поляризация вакуума в поле плоской волны не существует. Ну и еще одно по поводу этой формулы и этого принято. Еще одна вещь, значит, эту формулу можно применять не только в этом. Она точно, строго говоря, справедлива для произвольного постоянного электромагнитного поля. То есть вектор ИНИАЖ константный. Как они там направлены, это не важно. Важно, что они константные. То есть поле постоянное и однородное. Так вот, эта формула точная. Точная в каком смысле? Еще раз повторяю. Точная с точки зрения учета взаимодействия с внешним полем, но не точная с точки зрения твердого звучания. Есть диаграммы, которые дают вклад в следующий порядок. В следующий порядок еще можно много диаграмм нарисовать. Но можно применять и для неслабоизменяющихся полей. Грубо говоря, вот это условие обычно, его на самом деле надо уточнять, но, строго говоря, большинство людей считают, что именно так. То есть это означает, что поле мало меняется на расстоянии к порядку контормской длины. Это, значит, производная, умноженная на контормскую длину, соответственно, получил превращение поля на расстоянии к порядку контормской длины. Вот если это превращение малого по своей величине самого поля, то формулу, соответственно, можно применять и для непостоянного поля. Так вот, дальше. Частицы тоже могут поляризовать вакуум. Просто числи. Например, фотон. Один фотон. Но вот если мы возьмем отсутствие электромагнитного поля, опять-таки только старшекурсники, такую диаграмму, по-видимому, изучали. Вот видите, здесь тонкие линии, а здесь живые. Это живые линии электроны, вот эти виртуальные, взаимодействуют с внешним полем, а это голые электроны. Так вот, если я возьму фотон, то он может считать такую диаграмму, которая называется поляризационный оператор, который зависит от кат четырех импульсов, ну, точнее, от квадратов. Ничего больше не может зависеть. Но утверждение такое, что поляризационный оператор на массовой поверхности, то есть если это реальный фотон, не виртуальный, а реальный, то поляризационный оператор просто равен нулю. Ну, правда, перенормированный. Если не перенормированный, то вообще, мне это бессмысленное выражение, но в контравольном динамике это отдельная вещь. Я уж не буду говорить на эту learning практику. то есть реальный фотон, вакуум, не поляризуют, никакой поляризации вакуума нет, поэтому никаких поправок, связанных с поляризацией вакуума, фотон на внешние линии вносить в диаграмму не нужно. А вот если есть электромагнитное поле, то тогда, вообще говоря, коллекционный оператор зависит не только от К, но еще от параметра Капа, который динамический параметр, это взаимодействие этого фотона с F-меню, это тензор электромагнитного поля, и еще от этих двух параметров, от инвариантов электромагнитного поля. В том числе, если они равны нулю, то мы имеем поле плоской волны, и тем не менее, все равно еще появляется зависимость от Капа, и уже поляризационный оператор на массовой поверхности, ну, не равен, поэтому реальный фотон в присутствии электромагнитного поля вакуум поляризует. Ну, теперь какие эффекты, вообще говоря, наблюдаются? Ну, вот, например, двойное лучепреломление вакууме. Двойное лучепреломление вакууме. Ну, схемы двойного лучепреломления, может быть, вы, кажется, знаете даже из курса общей физики, то есть у вас падает волна, пусть она не поляризованная, то у вас обыкновенный и необыкновенный луч возникает, и на выходе вы имеете два луча, это называется двойное лучепреломление. Значит, то есть среда, это в кристалле-то бывает, в кристалле это наблюдается, и хорошо изученный эффект, но вот оказывается, в электромагнитном поле такой эффект тоже наблюдается. Вот для случая скрещенного поля, скрещенное поле, постоянное скрещенное поле, это плоская волна с частотой равной нулю, то есть это постоянное электромагнитное поле, где вектор ИН равны по величине и по перфендикулятору. Поэтому оба варианта равны нулю, но поле постоянное. Ну вот для такого скрещенного поля, значит, это еще в 68-м году, так сказать, я, собственно говоря, это считал первым, посчитал традиционный оператор, нашел два показателя преломления для одновременного, и этот эффект как бы наблюдается. И вот здесь проведены, соответственно, формулы для случая, когда капа большое, вернее, здесь капа маленькая, здесь капа большое, и, так сказать, ну, маленькая, это было еще раньше, Байером, Брайден, Лондером получено. Вот, ну, кроме того, разные люди смотрели это, вот, в постоянном маркетном поле, Адлер спустя три года сделал потом в общей конфигурации, когда произвольное постоянное поле, это Баталина Шаббата, теоретически из Фиана сделали. И сейчас, на самом деле, проходит эксперимент, правда, очень долго проходит, они никак не могут этот эффект обнаружить, потому что идея этого эффекта, в общем, на самом деле, как вы видите, эти эффекты, они очень сложные, потому что сложно их обнаружить, они очень маленькие. Ну, что, во-первых, альфа стоит, да, вот она всегда стоит сильная, поле слабая, альфа стоит, вот, это параметр капа, вот здесь стоит м квадрат на амин квадрат, значит, а вот здесь вот капа в степени две трети, даже когда она большая, ну, тем не менее, эффект, эффект мал, оказывается, его трудно очень измерить, поэтому идея состоит в том, что, например, вот, когда вы берете, значит, вот, оказывается, знак эффекта, да, вот, если, подскажете просто волну, значит, например, ну, циркулярно даже поляризованную, да, то из-за того, что циркулярно поляризованная волна может представиться как суперпозицию двух волн, взаимно, линейно поляризованных, взаимно перпендикулярных плоскостях, то для них показатели проломления двухт разных, разных, и поэтому, если вы пропускаете через такую среду, где есть, например, шостомагнитное поле, то у вас будет поворачиваться в результате плоскости, значит, поляризации, но поворот очень маленький, и поэтому люди говорят, что, оказывается, эффект, знак эффекта не зависит от того, в каком направлении по отношению к магнитному полю у вас распространяется лучи, поэтому они говорят, давайте сделаем так, пустим, значит, луч от лаза, например, заставим его между двумя зеркалами бегать много-много-много-много-много раз, поэтому он пройдет очень большое расстояние, и можно увидеть угол поворота плоскости поляризации достаточно большой, но все дело в том, что когда у вас много отражений, представьте, как надо обюстировать эти зеркала для того, чтобы все было точно, маленькая неточность, она же накапливается точно, поэтому, так сказать, совершенно непонятно, чего там видеть. В результате вот эти ребята с этого эксперимента, это и, значит, итальянцы его делают, феррары, иннверски, они, значит, ну, по-разному было, то есть они, в какой-то момент вдруг объявили, что да, они установили этот эффект, обнаружили, очень обрадовались, там, все это, а потом через год написали, ребята, это артифакт, извините, значит, извиняемся, эффекты пока что не обнаружили, но работа, тем не менее, там продолжается. Например, черенковское излучение, возможно, тоже очень маленький эффект, но я не буду подробно говорить, а то иначе мы с вами поговорим, как говорится, очень долго, но черенковское излучение, почему возможно? Ну, потому что вот показатель преломления, вот знак показателя преломления, он на самом деле зависит от увеличенной вот этого параметра капра динамического, который я показывал, и, как говорится, это, соответственно, поправка, ну, величина ДНР, и поэтому, как говорится, при определенных значениях капра, то есть для определенных энергий, вы можете получить, значит, соответственно, что условия черенковского излучения будут выполняться, и, в принципе, это дело можно наблюдать. Ну, вот это разные люди этим занимались, вот они здесь, здесь перечислены эти работы, последние работы Игоря Дрюрова, Игоря Михайловича, кстати, выпускника нашей карты, он в ФИАНе работает, значит, и... Ну, это чисто теоретически, про эксперимент, вот, в случае больного мучих ревомления я рассказал, что попытки эксперимента есть, а так, в общем-то, здесь ничего, даже попыток не было экспериментально. Генерация гармоник, что это такое? Ну, несколько было работ, значит, это... Ну, я бы вот эти две последние работы, значит, на них, прежде всего, обратил внимание, это вот немецкая группа и наша группа, мы с Александром Михайловичем Петровым в первую очередь делали. Значит, в этой работе рассматривалось, что столкновение двух... Это фактически есть российский свет на свете. То есть рассматриваются столкновения двух лазерных импульсов, значит, одинаковые частоты, и вот рассматриваются в низшем порядке теории возмущений, диаграмма, она самая большая, значит, поглощаются по два фатоноса от этого лазера и от этого лазера, и в результате перпендикулярного направления излучается фатоном двойной частоты. То есть появляется новая гармоника, нелинейный эффект. Такой эффект наблюдается в веществе, нелинейный оптики, он известен, а вот в вакууме, значит, так. Но эффект оказался очень маленький. Очень маленький. Вот в нашей работе рассматривалось другой эффект. Вот сфокусированный лазерный луч, и эффект получился... Берем четыре фотона из волны, один обратно отдаем, и генерируется гармоника в три раза больше. И оказалось, что такой эффект гораздо сильнее. То есть для того, чтобы это наблюдать, ну, там, по-моему, на пять порядков выше требуется интенсивность лазерная. Поэтому это, так сказать, в этом смысле с точки зрения эксперимента обсуждать не надо. Это, как мы увидим, цифра, хотя и очень большая, но тем не менее в обозрении в будущем вполне достижимая. А связано это со следующим. Дело в том, что это эффект стимулированной эмиссии, стимулированного излучения. Дело в том, что фотоны, ведь они, как говорится, бозоны. И поэтому, когда вы смотрите матричный элемент, то вот такой матричный элемент, он будет пропорционален корню из n плюс единицы. Но n единицы не существенно, потому что число фотонов, водность фотонов во внешнем поле очень большая. Лазерная, да? Так вот, этот вот фактор, корень, не знаю, плюс единицы в матричном элементе, он, как говорится, существенно увеличивает вероятность этого эффекта. И на этом, так сказать, можно сказать, красота. Мы, кстати сказать, когда с Александром Михайловичем эту работу делали, до этого даже и как бы не дошили, и до перья, что называется. А вот рецензент нашей работы обратил на это внимание, за что мы ему принесли эту благодарность, хотя он рецензент безымянный. Значит, дальше самофокусировка. Самофокусировка. Ну, об этой работе я тоже особо говорить не буду. А вот, значит, вот эта вот работа 2007 года, это Хорзеев и Тучин, это ребята, которые, то есть они происходили из России, но работают в руководстве. Хорзеев достаточно известный человек вообще в памятной теории поля. Речь идет о том, что давайте рассмотрим рассеяние света на свете. Вот обычная диаграмма рассеяния света на свете, вот такая вот, четырехлоска, в одном квадрате, очень маленькое сечение этого процесса. Но можно рассмотреть еще и вот такую диаграмму, которая за счет как раз поляризации вакуума происходит. Вот видите, я просто вот в этот фотон, то есть вот как бы вот так происходит. И оказывается, что вот эта диаграмма, она доминирует на расстояниях больших. На больших, когда расстояние между фотонами, взаимодействующими, оно больше, чем пять кантоновских глиний. На меньшее расстояние, вот эта существенная диаграмма, и здесь нет никакой самофокусировки. А здесь вот есть. А эта диаграмма, она, как говорится, обеспечивает притяжение. То есть, ну как сказать, притягательное взаимодействие, взаимодействие приводит к притяжению. И раз в притяжении, то тогда, возможно, самофокусировка. Вот здесь написано угол в этой самой фокусировке. И здесь параметры соответствующие. Правда, я должен сказать, что вот эти вот оценки для этого угла в этой работе, ну как бы до конца не ясно, насколько они правильные. Но тем не менее, сам по себе факт интересный. Ну а теперь я еще к одному эффекту хочу перейти. Это к тому, что вакуум является нестабильным в присутствии очень сильного электромагнитного поля. Нестабильность, естественно, очень простая. Вот у нас с вами есть виртуальная пара электрон-позитрон без внешнего поля. Вот она там на расстоянии кантоновской длины, чтобы произошло и все. Если у вас есть сильное электрическое поле, то эта петля растягивается. И она может растянуться так, что если поле растяется, то электроны-позитроны оказались на расстоянии больше кантоновской длины. Как только они вышли за пределы вот этой кантоновской длины, это означает, что родилась реальная электрон-позитронная пара. Это означает, что я отдельно могу зарегистрировать эту частицу и эту частицу, по крайней мере, в принципе. Пара родилась. А условие очень простое. Нужно, чтобы поле на расстоянии кантоновской длины совершало работу, равную на мс квадрат. Ну, можно сказать, 2 мс квадрата. Но это не суть важна, потому что это оценка по порядку величины, поэтому эту бойку здесь никто никогда не пишет. И вот отсюда и возникает вот это самое критическое Элизавутаровское поле. Завутаровское поле очень большое. Здесь 16 вольт на сантиметр. Ну, я здесь опять написал, что впервые у Завутара, а у Фингера это поле появилось всего в 51-м. Значит, вот это самое критическое поле. Ну и соответствующая интенсивность. А можно вот эту штуку убрать или нельзя? Значит, соответствующая интенсивность лазерную 4,6 на 1029 ваттный квадрат. Ну, те, кто немножко знаком с лазером, вообще имеют представление, ну, какие бывают лазеры, может, вы слышали, что мультимально достижимое. Это сейчас 2,2 на 1022 ваттный квадратный сантиметр. Значит, в Мичигане построена такая установка. Руководителем этой работы, кстати, является, конечно, выходец из России, фамилия его Яновский. Но, тем не менее, это американское достижение. Это рекорд. Пока 2,2 на 1022. То есть, не хватает себе порядка. Поэтому я у вас сам, когда говорил, я все время говорю про теорию, а про эксперимент вот сейчас скоро начну говорить. Кстати, вот здесь я хотел бы немножко отвлечься и, может быть, даже нарисовать кое-чего на доске. А нельзя сделать экран белым? Можно. Что сделать? Там нужно открыть. Ну, сделать. Я просто хотел здесь сделать маленький комментарий, потому что многие люди... Да, у меня и так достаточно. Ну, замечательно. Некоторые люди говорят следующее, что так объясняется вероятность уравнения пары вообще модель вакуума. Вот есть гераховская модель, которая в 30-е годы, когда герах придумал свое уравнение, он придумал некую, значит, модель вакуума. Он сказал, что такое вакуум. Если говорить об энергии, пусть это будет ноль, вот здесь будет mc квадрат, а вот здесь будет нонос mc квадрат. Так вот вакуум, вот, дирак, с остальным, что вот все вот здесь уровни, которые в отрицательной области лежат. Потому что дело в том, что уравнение дирака, из него непосредственно следует, что обязательно должны быть не только положительные меры, но и отрицательные. Точнее, положительные частоты, как сейчас говорят, они и меры. Просто если отрицательные частоты выбросить из рассмотрения, то тогда невозможно построить полного, с точки зрения квантовой механики, полного набора решений. Это уравнение, просто его не существует, обязательно надо вручать. И вот он говорит, давайте мы вот эти самые отрицательные уровни, почему? Ну, потому что, как всегда, сажается в очень большой ящик, да, тогда у вас, как говорится, спектр обязательно дискретный, и давайте все это заполним. У нас есть принцип Пауля, значит, здесь сидит, как говорится, электрон один такой, другой такой, с отрицательной энергией, один такой, другой такой, и так все это заполнили. И вот вакуум, это значит, когда частиц положительной энергии нету, а состояние, все состояния с отрицательной энергией заполнили. Вот это вакуум. Вот с самого начала, как-то, странно, да? Живем, что-то, оказывается, в море, в море электронов, и как-то, не ощущаем, не чувствуем ничего. А дальше, что такое рождение Пауля, по дираку? Ну, если вы каким-то образом возьмете один электрон, вот этот, например, и перекинете его сюда, сообщительную энергию, больше 2 мс квадрата, так что он попал в положительную область, то вот здесь образуется дырка. Ну, как бы зоной теории, да? Значит, вот здесь получается электрон, Е-, а здесь дырка, которая как раз интересует, интерпретируется как физиклот. Вот ампарат. И тогда люди говорят, давайте мы, как говорится, например, включим электрическую поле. Тогда вот эта картинка, она, с учетом того, что есть потенциал электрического поля, да, она будет выглядеть по-другому. Она будет так выглядеть, она будет выглядеть, ну, например, как вот так, за счет электрического поля, да? И тогда вот уже уровень отрицательной энергии там, а это уровень из положительной энергии. И тогда, если я включил электрическую полю, то электрон может просто протунелировать. Протунелировать вот эту область. Здесь образуется электрон, а здесь будет пистолет. Понимаете? И очень, казалось бы, красивая картина. Более того, если посчитать по формулам квадромеханики, то получится буквально то, что нужно. Брэм Владимир Степанович Попов просто воспроизвел целиком формулу Шленгера, о которой я еще потом покажу и говорю. На самом деле, это плохо, это неправильно. И это легко понять, потому что эта картина, она электронного капитального принципа Паули есть. Я все эти уровни могу сажать только в подвале электрона. Один туда смотрит, просто со спиной, другой сюда. А из бозона? Придите Паули, нет, что с ним произойдет? Допустим, у меня есть отрицательная энергия. И все свалятся туда, вниз. И будут иметь бесконечную энергию, есть, есть фех, бот, санкции, они все туда и свалятся. Тогда какое, что такое ваку? Совсем непонятно. То есть все частицы там, а как отсюда? Это АМЦ квадрат Комусовцы. Ну, если я тут посажу сюда частицу, сообщу, тогда... И вот здесь вот. Допустим, я взял, каким-то образом внедрил сюда частицу, она взяла, протонулировала, пожил. Это уже как, без вакуума, что-то я туда посадить должен, правильно? Вот, поэтому эта картина не работает. Это я к тому, что до сих пор люди часто пользуются вот такой вот интерпретацией, но, значит... Или сразу можно как-то... Да, он там... Какую? Вот эту? Сверху? Да. Да. А, вот. Вот. А теперь обратно, давайте, вернемся. Ну, просто клик. На презентацию. А? А, на презентацию. На втором экране я видел. На доске. На доске. На доске. А, на доске, ну, просто брать. Да? Ну, или брать. Так, ну, по экрану немножко я уже... Да, так. Вот. Да. Так что, значит, вот такая картина, она более-менее соответствует физике, вот этого. А картина с этим самым, с морем Дирако, она не очень соответствует. Ну, сейчас уже никто так моделью вакуума по Дирако не пользуется. Просто... Но, тем не менее, люди используют ее для... Я просто обратил ваше внимание на то, что это не совсем правильно. Так, и поэтому теперь давайте мы сейчас сначала обсудим просто масштабы, которые в квантовой динамике. Вот, масштаб длины. Кантоновская длина энергии, электричество квадрат, электронных, потому что там других частиц нет в квантовой динамике. Ну, то есть, пожалуйста, можно рассматривать квантовые динамические эффекты глибы, да, заряженные частицы. Но ведь заряженные частицы еще взаимодействуют и сильно, и слабо, и в реализационные взаимодействия, в общем, строго говоря. То есть там квантовой динамиков всего не описать не может. Она, строго говоря, применима только электронным, позитронным глипатоном. Значит, вот характерное поле моего там билеет, да, вот оно вот такое. И, соответственно, лазерная интенсивность. Но поскольку, как я уже сказал, интенсивность существующей много меньше этой, то возникает вопрос вообще, можно ли наблюдать вообще эти самые эффекты поляризации вакуума в сильных полях. Ну вот, сейчас я хочу показать на те установки, которые либо строятся, либо планируются построить. Их много. Ну вот, есть LMG в Франции. Значит, вот эта установка, вот эта установка, вот эта установка, в первую очередь. Значит, это LMG во Франции, это НИФ, нашел Игмишин Хасиловский в штатах Ливермонтской национальной лаборатории. Это установка, которая только началась строиться. У нас вот в НИФе, в Сарове, у FL2M, у него выделены достаточно большие деньги, ну, что там, 46 миллиардов рублей. Значит, вот, выделены на эту установку. Здесь, конечно, еще не эту установку, там еще здание не построили. Это предыдущая, как сказать, машина, которая там была, называется ИСК-5. Но, значит, вот эти установки, они все ориентированы на лазерный термояль. Значит, там задача в чем состоит? Там, значит, есть метро мишень, и вы должны эту мишень сжать со всех сторон равномерно. С тем, чтобы плотность стала большой, то там пошла термояльная реакция. Там интенсивность большой не надо, но энергия, ну, пусть, нужна большая. И вот поэтому, значит, вот здесь видите, значит, 2 мега-джоугли, 1,8 мега-джоугли, это, так сказать, 2,8 мега-джоугли. Вот эта установка Hyper в Великобритании, которая, как говорится, тоже на лазер-фьюжн ориентирована, но не только, они хотят и фундаментальную науку. Ну, я про нее, про эту установку как-то, ну, вот, информации особо и нет. Значит, она будет не такой мощной, как вот эти три, зато они хотят продемонстрировать, ну, как бы, это макет, если угодно, термоядерной станции, то есть они хотят смоделировать работу термоядерной станции, но одновременно, сфокусировав лазерный импульс, значит, получить... большую интенсивность. Может, я... это вот... об этом надо сказать, вот, когда говорят, энергия большая, значит, в импульсе. Импульс им обладает длительностью и вот той энергией. Значит, для того, чтобы интенсивность была большая, что надо сделать? Во-первых, надо жестко сфокусировать, если можно, в идеале, да, оптического, дифракционного предела. То есть, для длины волны, а что здесь длина волны? Ну, если оптический диапазон, то микрона, ну, размер микрона, а длительность как можно меньше. Ну, сейчас длительность как можно меньше, это значит, и единицы фемтосекунд, а может быть, даже и атосекунды, ну, атосекунды для оптического диапазона, вроде бы, как сказать, единицы фемтосекунды, по-моему, не умеют делать, да? Ну, почти. Что? Сотни фемтосекунды. Сотни или тысячи? Сотни. Нет, сотни. Чем, я правда, атосекунды был? Сотни от 500 или 600 атосекунды. В оптическом диапазоне? Да. Точно? Да. Или все, ну, точно, это какие-то, ну, был. 800 на метр. А? Титрансамфир. Да. Ну, хорошо. Ну, хорошо. В общем, пожалуйста, атосекунды пока что сотни, но, в общем, это у фемтосекунды. Это почти фемтосекунды. Но, обратите внимание, что 600 ато – это почти фемтосекунды. Вот. Вы жестко фокусируете, да? У вас интенсивность получается. А интенсивность для чего нужна? Если вы получаете большую интенсивность, у вас напряженность поля очень высокая. Вот здесь напряженность поля не очень волнует, поля здесь, например, сжимается. Причем равномерно сжимается со всех сторон. Почему у них там? 200 пучков, видите? А здесь 192, а здесь 192. Почему? Все пучки идут у отвода с разных сторон, и вы на мишени, и все это концентрируется, вы производите сжатие. А здесь, ну, на самом деле, здесь тоже важно такую схему использовать, но это чуть позже я об этом скажу. Но, тем не менее, вот эти две установки, вот эта и вот эта, значит, ну, ни одна из них пока еще не начала строиться. То есть, вот проект ЭЛА европейский, он уже, значит, пошел, началась с ним работа, значит, и в Венгрии, и в Румынии, и в Чехии, уже, в Венгрии, Румынии, Чехии, по-моему, все. Значит, там уже делаются установки, но там 10-25-й не будет никогда. На этих установках там будет 10-24-й, хотя это уже тоже на два порядка выше, чем рекордная, но, так сказать, для Highfield Science это еще явно недостаточно. Основная, основная машина, еще даже не решено, где она будет строиться. Не исключено, кстати, что в России. Это очень дорогой проект, и он, так сказать, должен быть международный. Вот это проект европейский, я еще раз говорю. Три установки уже строятся, и там все будет, я надеюсь, скоро, годы через два-три года. А это проект, это российский проект. Он Excels, это, значит, проект Нижнего Новгорода в Институте Предлаганной Физики. Значит, ну, он почти такой же, как и Лай, то есть практически отличается очень мало. И вот не исключено, да, но его, деньги на него вроде бы с одной стороны выделили, но не дают. А мы, кроме того, в этом заинтересованы, потому что мы в этом проекте участвуем. Прописаны, и мы в этом участвуем. Для теоретика достаточно хорошо там полагается по дорожной карте по 20 миллионов в год. Немаленькие деньги для кафедры теоретики. Вот, но не дают почему. Потому что в нашем государстве, этим всем рулят чиновники, они придумали такое правило, что если есть международная финансовая часть, то тогда проект финансируется. А если нет международной, то нет. Подоплека такая, что, мол, если за границей не хочет вам помочь, то это означает, что вы никому не интересны. А с другой стороны, здесь есть международный комитет, такой адвайзерный комитет, который там собирался, я в него входил. И, так сказать, все люди, которые приехали из-за границей, говорят, ну, неужели вы думаете, что европейская правительство или американская правительство будет вкладывать деньги в машину, которая выведет Россию, лидеры в этой области. Ну и как в жизни? А мы, говорит, не можем, мы заинтересованы, мы как представители институтов, там, научных общин, мы заинтересованы. И как только она будет построена, мы тут же будем снимать у вас время, платить вам деньги, вы получите финансовую прибыль и так далее. Но мы, как институты, не можем финансировать строительство. Участвовать в эксплуатации мы можем, а это нет. Так что вот поэтому пока вопрос решается. Но сейчас идут переговоры, и поскольку в Европе тоже кризис, то не исключено, что есть шанс, что вот самая главная установка и вот эта вот установка, они просто-напросто совпадают. Вот. Теперь. Так что, червей, я хочу сказать, что первое, что, во-первых, вот обратите внимание вот на эту цифру, то есть предполагается интенсивность больше не порядка 10.25. Очень смелые представители этого проекта, они говорят, ну, будет до 10.28. Значит, все равно критическая интенсивность 10.29. Спрашивается, можно ли, нельзя все-таки увидеть от этих лет. Вот ответ. На самом деле, если говорить о рождении пар, то да, можно. Вот я пытаюсь вам объяснить, значит, объяснить, почему это можно. Вот формула, которую получил Швингер. ЦВ – это вероятность того, что вакуум останется вакууме при включении электрического фоя. То есть, если у вас в неком объеме пространства на протяжении времени Т создается постоянное электрическое поле, то постоянное электрическое поле, то вероятность вакуума остаться вакууме выражается такой формулой, где W – это действие. Ну, или лучше сюда прямо смотреть, но это стоит мнимая часть вадержанной. То есть той самой поправки Газенберг-Виллера, которую я вам уже показывал. Ну, и если посмотреть на эту формулу, то посмотрите, какая она. Если поле меньше критического, то здесь стоит вот такой вот экспонент. Вы сами понимаете, ну пусть даже у вас там два порядка, да, то это будет вот это вот, 10 во второе. Пускай это 10 во второе. Хотя, вы помните, там, интенсивность ЕС здесь 16, а то, что ну поле, атомное поле – это 10 в девятый, ну а поле лазера 22 – это 10 в одиннадцать. То есть там пять порядков, да, и пять нет в рот, а не пять порядков, ну порядка три-четыре, я скажу, три с половиной точно. Ну, хорошо, 10 в четвертый здесь стоит, и 10 в третий даже. Это три тысячи, еще ЕН стоит. Ну, ЕН ладно, первая слагаемая единица. Е в степени минус три тысячи. Ну, еще здесь стоит фактор 10 минус второй. Ну, то есть это ничтожно, мало ли, ноль, да? И поэтому, ну, это очень маленькая величина, и поэтому эффект можно наблюдать только если Е будет, ну, хотя бы по порядку ЕС. Хотя бы по порядку ЕС, тогда это Е в степени минус Пи. Ну, это, грубо говоря, один порядок. Ничего страшного. На самом деле, все люди забывают, потому что это фактор. Верно. А это фактор? Фактор. Ведь сама внимая часть-то, наша размерная величина. Она размерная величина. Безразмерной является вот эта вещь. Здесь стоит ВТ, а здесь стоит внимая вещь. Давайте посмотрим, как можно это выражение для случаев просто лазерного рифуса сфокусированного. Ну, вот, ВТ пусть это, вот, фокус лазерного импульса. Тогда это будет Пи-р квадрат, где этот радиус фокусировки. А Тау – длительность, да? Длительность. Тау – длительность импульса, значит, СТ – это вот протонная длина этого импульса. А Тау – это длительность, это четырех объемов получалось. Вот такой. Пи-р квадрат на С квадрат на Тау квадрат. Ну, вот, давайте посчитаем, значит, давайте посчитаем для опти... Вот, один микрон оптический 10 мс и Е порядка ЕС. Е порядка ЕС. Тогда вот эта величина, вот эта величина, оказывается 10-24, жуткая, жуткая величина, да? Здесь она очень большая. Поэтому, если Вы напишите Е в степени минус, то это ноль. Никаких парк не рождается даже в парклитическом поле. Да? Даже в парклитическом поле. Наоборот. А теперь давайте, давайте посчитаем то же самое. А, вот, она ноль, а? Давайте то же самое посчитаем. Не понял. Это вероятность остаться вакууме или родить парклитическом? Вот, нет, это вероятность остаться вакууме. А. То есть? Она ноль, если она. А, ноль, она ноль. Это величина ноль, когда Е равняется ЕС. То есть она просто ноль. Пара будет рождаться очень много. То есть эта величина, вот эта вот, она очень большая. Поэтому, ну ладно, честно сказать. Теперь давайте посчитаем следующее. Пусть у меня поле меньше. Давайте подставим вот в эту формулу, оставим только первое слагаемое во всем этом ряду. И потребуем, чтобы гравитость вакуума остаться вакууме была половинка, ноль, четыре. Е минус первой степени, ноль, четыре. И я смотрю, что это получается в том случае, когда выполняется вот такое вот условие. А это условие, это легко, так сказать, это решить. И увидите, что это будет 6 на 10 минус второй ЕС. То есть на два порядка меньше критического. А интенсивность, соответственно, будет 4 на 10 минус треть. То есть если у вас интенсивность 4 на 10 минус шестой, то вы с вероятностью 0,5 убедите рождение пары. Значит, на самом деле объяснение очень простое. Вот та формула, которая, вот эта вот величина, которую я нашел, вот многие люди говорили таким образом. Значит, гравитость рождения пары очень легко посчитать. Гравитость рождения, того, что пары будут рождаться, ну как, у нас же есть условие унитарно, если единица минус вероятность того, что вакуум останется вакуум, будет вероятность того, что рождается пара. Правильно? Поэтому единица минус вот этого экспонента, это есть вероятность того, что пара будет рождаться. Если этот показатель весь маленький, то мы разложим и получим, что вероятность рождения пары будет равняться чему? Просто V на T на удвоенную мнимую часть выгрыжа. Значит, это удвоенная мнимая часть выгрыжа, и собирается рождение пар, единица объема, и единица угрыжа. И при этом прямо вот эту формулу и пишет, совсем нет. Это, грубо говоря, неграмотно, потому что на самом деле мнимая часть выгрыжа, она, как-то, действительно избирается рождение пар. Вы знаете, в каком объеме? В объеме. В Кантоновском четырех объеме. В Кантоновском четырех объеме. Вот этот фактор, если вы выделите отсюда размерный фактор, мнимая часть выгрыжа, вы увидите, что здесь стоит Lc в четвертую. И поэтому Vt на Lc в четвертую, это, Vt на Lc в четвертую, это есть отношение объема, где реально рождается пара, к Кантоновскому четырех объему. Вы сами понимаете, вот мы взяли, а ждем микронный, да? Микрон и, соответственно, там, сколько? Ну, типа микрон. Там этих Кантоновских объемов чрезвычайно много. Поэтому вероятность того, что где-нибудь будет родиться эта пара, надо их все сложить. И вот это вот, когда мы это складываем, то при некоторых значениях объема эта штука пересиливает вот этот малый экспонент. Так. И вот такой результат. Поэтому, значит, эффект имеет смысл изучать. Потому что это уже близко. Потому что Eli, вот этот самый Excels, они, как говорится, обещают в недалеком, ну, в недалеком, не знаю, вот там, 10 лет пройдет, но тем не менее, это обозрение в будущее обещает экспериментальный набор действий. Поэтому можно изучать. Кроме того, значит, ну, вот идеальный вакуум, он стабилен, если есть лазерное поле, до тех пор, пока не начался эффект рождения пара. Однако, даже если у вас отдельные частички есть, отдельные, то тем не менее, это тоже может ввести к нестабильности вакуума. Происходит это таким образом. Эта частица может, вообще говоря, ускоряться. А если она сможет ускориться до рентивистской энергии, то тогда эта частица излучит фотон. Причем жесткий фотон, такой, который может родить пару. Ну и так далее. Пошел вот такой каскадный процесс. Раздыхает нестабильность. То есть если у меня есть там семя, одна частица, я каким-то образом поместил фокус в лазерное импульс, то лазерный импульс тоже может зарваться. Но здесь работа, в которой это впервые предрассматривалось. Итак, вакуумная нестабильность может либо инициироваться сильным фокусированным лазерным импульсом. Одним или там несколько, пусть они сталкиваются между собой. Это отдельный вопрос. Вот просто два импульса, например, сталкиваются, и рождается пара. А может частичкой, которая зарождает вот этот самый эффект нестабильности. Но вот одна частица возникла, и если есть фокусированный лазерный импульс, то вот может произойти вот такая штука. И это эффект нестабильности вакуума. А вот, поэтому возникает сейчас я, да, и для того, чтобы, как бы, описывать эти все процессы, вот теперь мы переходим уже к вопросу о том, как все это считать. Я не знаю, как мы с вами поступили. Я, по-моему, уже час говорил. Перерыв можете сделать или как? Ну, как публика хочет, так и сделай. Делай. Че сделай? Говорил пылящий, так и пап. Мне кажется, я вам много рассказываю о том, что в Японии мне на всю эту лекцию хватило ровно 1,5. Для японских, молодых ученых. Ну, правда, я 10-х славян добавил к этому семинару, но они не катастрофически меняют систему, ситуацию. Здесь у меня еще, я не знаю, сколько, а самая подъясняется, индустриация. Значит, ну давайте. Значит, вот процессы элементарные, надо уметь читать. Когда мы говорим о процессах развития касказа, например, нужны вероятности вот таких вот элементарных процессов, когда электроны просто измечают фотон во внешнем поле, или фотон – это во внешнем поле жирного рения. Свободный электрон, как мы знаем, не может излучить фотон и породить, может фотон родить. Это тоже жирный рения. Во внешнем поле фотон рождает пару. Значит, такие процессы можно считать. Вот здесь вот принципиальный вопрос. В том случае, если у вас известно точное решение уравнения дирака во внешнем поле. Например, в поле плоской волны есть так называемые волковские решения. Мы знаем точное решение. Мы знаем точное решение в постоянном магнитном поле. Мы знаем точное решение в полонском поле. Мы знаем точное решение в электрическом поле. И всякие экзотические ситуации, например, магнитное поле вдоль него волна распространяется, и электрическое поле вдоль него волна распространяется. Знаем точное решение. Они довольно сложные функции, ну, за исключением волковских. Они самые простые. Остальные довольно сложные функции. и с ними очень мудро все это считать, но, тем не менее, они есть, и можно посчитать. Так или иначе, люди все это считают. А вопрос-то стоит в том, что лазерное поле, когда большая напряженность, его можно получить только за счет жесткой фокусировки. И это уже никакая неплоская волна. Поэтому возникает вопрос, а там-то как считать? Там я не умею считать. Поле плоской волны умеют, а там нет. Вот вопрос. Значит, если говорить о вероятности такого рода процесса, что является излучением, что является разъединением пары, они зависят от нескольких параметров поле плоской волны. Вот такой есть параметр, называется А0 в квадрате, безобразное совершенно обозначение, потому что дело в том, что это придумали люди, которые занимаются атомной физикой, и они вообще не знают, что такое рефилизм. И поэтому обычные буквы А0 обозначают нулевую компоненту четырех потенциалов. Понимаете? Нулевую компоненту. Они обозначили А0 как амплитудное значение поля. Ну, не знаю. Это очень плохо. Потому что это есть вообще, говоря, Лоренц и калибровочные варианты параметров. И этот, и этот. ПФ – это значит уже что-то, П-мюев, П-мюев меню, все в квадрате, да? И усредняется еще, потому что полипериодическое чистое, информатическое поле волны. Вот такие вот параметры. Значит, вот они здесь записаны в разных видах, значит, безразмерная интенсивность, а вот это динамический параметр, который зависит из того, что просто взаимодействует частица, заряженная с электрическим полем. Ну, не только заряженная, но и потом тоже. Для фотона тоже можно написать такой же самый вариант. Значит, характерно то, что когда эти параметры малые, то это классический предел, получается формула классический. Когда они больше или порядка единицы, то это существенный плантовый процесс, когда никакой траектории частицы нет, отдача очень существенная, и она порядок самой энергии, поэтому непонятно, куда она полетит, нет, траектории. Существенно квантовым образом описывается этот процесс, да? Ну, так вот, еще одно есть важное понятие, связанное с этим процессом, это область формирования этого процесса. Область формирования, ну, вот если говорить о поле плоской волны, пусть потенциал зависит, вот видите, амю, 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 амю. То есть они используются в качестве варианта, очень плохо. Значит, а φ – это фаза, амю, 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 амю. То вот длина формирования, от Никишева вырисов, еще в 64-м году была показана, она вот таким вот образом, такого процесса связана с вот этим аппаратом Грома-0. Значит, ну, соответственно, длина формирования и время формирования, они вот такие. У меня здесь h и цепь равны единице, поэтому, так сказать, это одна размерность этих причин. Значит, ну, чтобы понять классически длину формирования, давайте рассмотрим поле циркулярной поляризации. Вот четырех векторов потенциалов записывается вот таким образом, а векторы А1, они, соответственно, А1 в квадрате равняются А2 в квадратике, вот так. И тогда это циркулярная поляризация. Если они не равны, то это будет ертическая поляризация, но это не важно. Значит, тогда что? Вот если взять, построить А1, здесь отложить, здесь А2, здесь ось Z, вдоль которой распространяется, так сказать, то вот частица в таком поле, где она в среднем покорится, частица в среднем покорится. Она вот просто траекторией, и рассмотрит А1, где умеется теория поля, там, как говорится, задача такая, задача есть, это просто окружность, просто окружность. Ну, так вот, если рассмотреть, да, значит, параметры движения этой частицы, например, Лоренц-фактор, то Лоренц-фактор, ну, то есть, это что такое Лоренц-фактор, понятно, да? Единица на корень, единица, у нее своя квадратная квадратная квадратная. То она просто связана с этим параметром А0 вот таким образом. Поэтому, если А0 очень большая, то Лоренц-фактор порядка А0 тоже очень большой. И частицы релективисты. Если вот мы рассмотрим случай релективистской частицы, то тогда, значит, куда эти частицы излучают? Ну, узкий конус, да, в направлении своего движения. Да, раствор этого конуса, вот конус излучения, раствор этого конуса, угол, будет единица на гамму, то есть, очень маленький. Единица на гамму или единица на амор. Вот такой. Когда спрашивается, где формируется излучение, вот, соответствующим волновым объектом, то есть, вот в этом направлении. Ну, легко сообразить, что, как говорится, да, кстати, еще надо сказать, что, поскольку гамма очень большой, и все вот так происходит, угол этот маленький, то можно сказать, что фотон излучается, ну, прямо в этой же плоскости, а не на два, да? Ну, и тогда, значит, мы можем сказать следующее. Вот, если сверху посмотреть, сверху посмотреть, вот это направление, спрашивайте, где формируется? Она формируется где? Вот угол фи-фаза такая, фи-фаза такая, до тех пор, пока импульс не повернется вот на этот угол, вот все это можно считать, что излучается внутри этого конуса, да? И тогда дельта-фи, это вот интервал фазы, при которых формируется это, формируется излучение в этом направлении. Значит, то это дельта-дета, да, как мы уже говорили. Ну, дельта-фи, порядка дельта-дета, и оно обратно пропорционально на одну, здесь единица на одну. То есть область формирования вот такая вот. Ну, а если у вас не ретневистская частица, то ясно же, там нет такого узконаправленного конуса, который излучает, поэтому ясно, что в этом направлении будет излучаться с любого места территории. Поэтому можно считать, что дельта-фи будет 2пи. И поэтому общая формула, она и получается такая, как получалось у негешевого лица, 2пи на одну. Вот я, так сказать, на классическом языке, как бы это, и пояснил, но формирование. Специально много времени уделяю этому, просто потому что это очень важное понятие. Значит, в плоской волне, например, да, вот у вас есть вероятность, например, излучения, зависит от этих параметров, а пусть оно большое, тогда область фазы, где формируется, она вот такая вот маленькая, а раз она маленькая, то тогда можно считать, что когда процесс формируется, поле-то фактически не меняется, то она является каким-то постоянным. Ну и в данном случае, поскольку оба варианта равны нулю, то это постоянное скрещенное поле. То есть, иначе говоря, при одной много больше единице, у вас вероятность поля плоской волны должна переходить к излучению в постоянном скрещенном поле. И это совершенно строго доказано точными вычислениями, как говорится, не только вот такие простые качественные соображения, но они, значит, понятны. Значит, если мы применяем любую произвольную конфигурацию поля, и оно все-таки большое, по крайней мере, локально, то можно говорить, что приближение локального постоянного поля, оно, как говорится, вот определяется вот чем. Если ЭЛИТ, это, значит, масштаб изменения пространственные времена у этого поля, и если они много больше, то есть поле меняется на расстояние ЭЛИ, а формируется все на расстоянии ЭЛИ, то тогда область формирования, значит, в области формирования любое поле можно считать постоянным. Можно считать постоянным. И когда у вас вот выполняются такие условия, когда вот этот сам, это ЭЛИТ, это Е квадрат минус А квадрат пополам, а АЖ это Е на АЖ, скалярные, и когда они маленькие, ну, то есть поле меньше критического, то есть оно мало по сравнению с единицей, и маленькое, и АХИ большое, пусть ХИ может быть меньше единицы, но много больше вот этого, тогда можно разложить это дело и ограничиться первым членом разложения. И поэтому вероятность процесса любой будет просто вероятность в встречном поле. А вероятность в встречном поле, ну, вот, для случая, когда больше или порядка единиц, не пора, вот оно написано, опять же, не дешево, в 64-й год. Так что, это что значит? Это означает, что на самом деле, когда поле сильное, когда поле очень сильное, то тогда фактически достаточно для описания всех процессов, процессов излучения и поглощения, не всех процессов, чуть позже об этом скажу. Но для процессов излучения или рождения пары достаточно иметь соответствующие выражения в встречном поле. Вполне достаточно. Поэтому вопрос о решении соответствующих уравнений в каком-то смысле снимается. Ну и вот рождение пары электромагнитным полем в акту. Вот такая вот диаграмма. И вот количество пар, которое рождается в единице объема в единице времени, определяется вот такой вот формулой. Значит, если поле постоянное, вот такое поле, это я уже вводил эти варианты. Ясно, что пары могут рождаться только в том случае, если е больше, чем h, то есть поле электрического типа. То есть, именно, если говорим на инварианте f, е квадрат минус h квадрат должно быть больше, но нет. то есть мы всегда найдем такую систему, в которой поле будет чисто электрическое. Почему? Потому что вот это самое... иначе говоря, только в таком поле у вас... то есть если у вас вот из этой формулы сейчас... если е у нас меньше h, без этой формулы сейчас следует... все равно, что мы поняли, почему-то сейчас так не надо. А, ну, ясно следующее, что если у меня f меньше нуля, если f меньше нуля, то тогда вот это вот epsilon у нас какое? Нулю, что бы равняется. Просто. Значит? Если у нас в целом он широко, то есть система отсчета, где только магнитное поле, оно не рождает. Да, это совершенно точно. То есть, epsilon просто равняется нулю, тогда, это и вариант, что значит. Ну да, магнитное поле не рождает. Не рождает, почему? Потому что оно не может совершать работу. Надо вот расточить электром-позитром магнитное поле, работать и совершать его просто не может не упасть. это формула. То есть, это формула написана для случая, когда присутствует то и другое, она вот такая вот формула, а это утверждение, оно, как говорится, просто если у вас e больше а, то просто здесь вместо всего этого должно стоять 0. прямо из этой формулы 4. Ладно. Вот. Теперь область формирования, вот она не дешевая была в 59-м году, сделав в постоянном электрическом поле, вот она написана, вот здесь, вот это для случая, когда критическое, когда поле меньше критического, вот она такая. И поэтому формулу для постоянного поля можно использовать и для непостоянного, и неоднородного поля, если вот такие условия выполнены. И посчитать число пар, ну просто используя ту формулу, только локально считать, что пары рождаются в постоянном поле, а здесь ввести зависимость этих параметров от координата, от времени. И просто проинтегрировать по объему и по времени и получите полное число пар, рожденных в таком поле. Это значит локальные значения. Причем это работает тогда, когда выполняется вот такое условие, потому что если говорить о лазерном поле, то характерным размером неоднородности является лямбль. Размер, вот он написан, этой самой, длина формирования, если она много меньше лямбль, это значит, что ембель много больше. Вот такого вот значения, видите, здесь конторновская длина стоит лямбль в степени 2 трети, ну что там 2 трети, порядка почти единицы, много меньше. И получается, что, например, в оптическом диапазоне для одного микрона Е0 должно быть больше, чем 5 на 10 минус 5 ЕС, и напряженность должна быть больше, то есть интенсивность должна быть больше, чем 10,21 Вт в квадратном сантиметре. То есть заведомо, в тех полях, где пара будет рождаться, можно пользоваться вот этим продвижением локального постоянного поля. Ну вот это вот картинки, ладно, это я пропущу, не буду обсуждать, это картинки инварианты, вот на это я остановлюсь, значит, здесь просто посчитано число пар рождающихся, и вот мы видим, просто один сфокусированный лазерный импульс, и при интенсивности 10,28, не действует там, 29, как было написано, 24 пары будет родиться, это вполне заметная вещь, которая регистрируется экспериментом, то есть действительно все происходит при интенсивности меньше критической, меньше критической. Ну здесь не буду объяснять параметры, просто времени нет. Ну и что замечательно здесь? Замечательно то, что число пар растет с напряженностью поля очень быстро, экспоненциально зависит полностью, стоит Е в степени минус ЕС на Е, и когда Е приближается к ЕС, соответственно, инспенциальным образом растет количество пар. И, если мы сравним полную энергию рождающих пар, вот, такую, с энергией вообще заключенной в лазерном импульсе, то оказывается, что при такой интенсивности эти энергии сравниваются. И что означает? Это означает, что у вас вся энергия на импульсе ушла в пар, чего нет его. Взрыв произошел, вакуум. То есть, иначе говоря, процесс такой, выглядит как-то так. Сейчас мы поподробнее об этом поговорим. Если у вас, вы сфокусировали лазер на импульсе, вот, очень большой интенсивности, вот, произошел как-то взрыв. И все. свет превратился в материн. Иначе говоря, рождение пар накладывает ограничения на возможную достижимую лазерную интенсивность, пределность. Нельзя сделать больше вот этой интенсивности. Ну, как говорится, когда считалась лазерной цифрой использовалась определенная модель для лазерного поля. Она может быть, когда при другой модели, может измениться. Здесь может стоять не 0,6, а 0,73, а может даже 1,1, я не знаю. Но, тем не менее, как говорится, факт, то, что есть ограничения за счет эффекта рождения пары, это совершенно стопроцентно отсюда следует. Кстати, модель, которая здесь использовалась, она основана на точном решении уравнения максула, обладает всеми характерными особенностями реального лазерного поля, поэтому, как говорится, это вполне результат обоснован. А вот здесь табличка такие же расчеты, но для рождения пар двумя сталкивающимися импульсами. Мы видим, что в этом случае значит эффект наблюдается 14. Обратите, видите, как резко меняется напряженность. Смотрите, два раза выросла напряженность, на 10 порядков выросло число паражного. Здесь на два порядка, ну на три порядка, да? Ну на два порядка выросло. И это всего прибавилось не в два раза, здесь было два, стало два с половиной. Здесь два раза и еще на пять порядков, да? То есть очень резкая зависимость. Так вот, количество частиц такое, что 14 пар за один выстрел, это уже очень много, это можно видеть, это уже при два с половиной на 10-26, правда, для каждого импульса, то есть в целом это 5 на 10-26, суммарная интенсивность. Но тем не менее, а вот если сделать многопучковую технологию, то есть сталкивать не два, а, скажем, четыре, восемь или даже шестнадцать, а может даже двадцать четыре, двадцать четыре это максимально, потому что есть же апертура угловая, поэтому для того, чтобы все это распределить, вот, когеремным образом сложить их, значит, это сейчас некая задача, которой люди занимаются, и уже, как говорится, много чему научились, в том числе и у нас в России, и, скажем, в Новосибирске, значит, есть окручек труднов, которые этим занимаются, и они научились конъемным образом складывать разливку. И это очень важно на самом деле. Вот, оказывается, что при такой геометрии порог рождения палича поднижается. Чуть-чуть происходит. Происходит от возра чего. Вот я смотрю просто на два пучка, восемь пучков, два-четыре пучка. Происходит просто в фокальной области перераспределение, интенсивность, то есть за счет интерференции просто. И получается следующим образом, энергия, которая вкладывается, она вся одна и та же, не важно, вы там один импульс сфокусируете, два, десять, два-четыре, не важно. Энергия суммарная, одна и та же, но перераспределение происходит, и оно перераспределение за счет интерференции происходит таким образом, что в центре интенсивность растет, вот это инвариантная интенсивность, она растет, а на периферии, она, вернее, область, в которой она уменьшается, но число пар, рожденных, зависит от напряженности поля экспоненциально, от этого, как степен, поэтому в основном пары рождаются вот в этой области, значит, здесь, например, они рождались вот в такой большой области, а вот здесь в маленькой, вот здесь напряженность поля была существенно больше, экспоненциально растет, вот за счет этого количество пар начинает расти, и вот результаты расчета, это вот, значит, вот в этой работе Педро Петерс, значит, посчитано все, при 24, ну, так сказать, грубо говоря, суммарная напряженность, интенсивность оказывается 5 на 10, 25, помните, я показывал и LA, и Excel, там говорилось больше или порядка 10, 25, вот это уже вот, 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 здесь, на самом деле, эффект не будет дать. Не говоришь, а объем-то падает, в котором большая напряженность? Конечно, но степенным образом от объема зависит. А, степенным. Степенным, а здесь экспоненциально, я про это только что и говорил, совершенно верно. А, почему только 24? А? 24 лимитируется просто апертурой угловой, просто ты, значит, а вот как-то вы говорили, там 190, 240, как вы это делаете? там на большой мишень. Там объемная мишень, она большая, и это, как бы, там не нужно фокусировать так жестко, потому что здесь апертура задается, это интенсивно, это нужно большое получить, ее нужно сфокусировать, а там это не обязательно. Итак, теперь я, значит, вот я про рождение парт сказал, что, значит, два вывода. Первый, на самом деле эффект можно наблюдать при интенсивности меньше критической, существенно меньше критической, на четыре порядка меньше критической. Это очень важный факт, который, как раз, всю общественность мировой, надо сказать, бургаражит. То есть на этот предмет очень много сейчас публикаций и что-то такое. А вторая вещь, значит, существенная, это то, что появился, значит, сам процесс, значит, накладывает ограничения на достижимую вазовую интенсивность. Поэтому я вот сказал вот эту картинку, значит, я фокусирую вазовую вазовую интенсивность, у меня вакуум взрывается. На самом деле, конечно, не так. Почему? Потому что, значит, когда я фокусирую, у меня постепенная интенсивность, то есть она растет. И при какой-то интенсивности уже начнут рождаться пары. Если бы мы подождали, пока он сфокусировался до максимума, только потом включился рождение пары, тогда, конечно, взрывы произошли. А здесь все постепенно. То есть он начинает слабеть. Он фокусируется, одновременно слабее. Потому что пары рождаются, поэтому взрыва нет. То есть эффект есть рождение частиц, ослабевание импульса есть, но я об этом еще результаты покажу всякую вычисление. Вот и вакуумная инстабильность, которая инициирована частичкой, которую мы туда с вами засадили. Вот Сергей Павлович меня спрашивал, значит, а как ее туда посадить, эту частицу. Значит, и даже вспомнил анекдотик про полковника, который слушал или читал лекции про ядерный взрыв, его спросили, откуда берется первое метро, но он сказал, что это военная тайна. Да, так? Я правильно сказал? Было такое на военной кафедре? Проходят. На военной кафедре много чего было. Я вспоминаю, что в наши студенческие годы я знал эту человеку, он у нас преподавал на военной кафедре, по-моему, топографию был такой пример. Так вот, он совершенно низко не считал, что между молекулами находится мозг. Причем со всей военной кафедры человек с самой интеллигентной внешностью. В очках инцинеза выглядела скорее это неожиданно. Профессора может поверить на доцентах точно. Так, вот что происходит здесь. Как частицу посадить? Отвечай на этот вопрос. Дело в том, что почему Сергей Павлович задает такой вопрос? Потому что если вы попытаетесь закинуть туда медленную частицу, то она просто не попадет. Потому что есть эффект, так называемый, поддраматорный. У вас, как ты, глаза на импульс, выкинет оттуда эту частицу, не проникнет фокуса. Поэтому либо такой частицей может быть та же частица пары. То есть, если у вас очень сильное поле родилась в фокусе пары, она прямо в фокусе родилась, и они рождаются с нулевой кинетической энергией. То есть, они, вероятно, самые большие, если они рождаются в покое. Поэтому вот это один способ. Второй способ это за счет фотона. То есть, можно стрелять фотоном туда, и фотон будет, как говорится, рождать там пару, причем энергию фотона можно подобрать так, что пара будет рождаться при очень сильном поле, то есть, прямо в фокусе, и при этом очень низкой энергией частицы будет рождаться. Вот есть два способа. Некоторые люди говорят, это не важно, как говорится, но Господу Богу это все идет. Его воля хочет распасать ту честь и все какие-то проблемы. Значит, так вот, здесь возникают вопросы, связанные с этими вещами. Во-первых, ускорение. Что такое ускорение? Ускорение поднимается не в обычном смысле, а то привыкли, что это не вторая производная от координат. Это ускорение, когда вот этот параметр растет. Вот это динамический параметр, потому что частица покорится, у нее параметр имеет маленькое значение. Это есть, тогда, если она покорится, это просто отношение поля критическое напряженности, поля критическое и все. И это много меньше низ, будем считать. Хотя бы два порядка. если частица ускоряется, параметр растет. Предположим ускоряться, там можно ввести время ускорения, которое будет определяться вот таким образом. То есть, тогда эта хи вырастет в 2 единицы. Для плоской волны это вообще такого нет, потому что там параметр хи есть на металл движения. Вообще не меняется вот поле плоской волны. Только в фокусированном поле может быть или в суперпозиции в фокусированном поле. Там это интеграл движения. Поэтому каска самоподдерживающей может возникнуть только в фокусированном поле или для сталкивающихся ваза на хи-мозе. Теперь, значит, вот было, значит, чистое впечатление для разных ситуаций. То есть, значит, лобовое столкновение двух эллипических поляризованных плоских волн с толкновением под 90 градусов двухлинейно поляризованных плоских волн с ортокональными линейными парализациями и один-единственный жестко фокусированный лазерный импульс. И считалось вот хи-ат-э, поведение хи-ат-э. Мы видим следующее. Вот смотрите, здесь на металлосе, видите, 0, здесь уже 2,5, здесь 5. Иначе говоря, во всех случаях хи растет. То есть, во всех случаях есть ускорение. Слушайте, у меня сейчас лекция, перезвони мне, пожалуйста, везде меняется. И более того, как говорится, смотрите, единицы достигаются на самом раннем этапе для всех. И время ускорения для всех одного порядка. И это очень важный фактор. Тем не менее, все много примеров. Всего-навсего можно придумать. Еще много примеров, все можно сказать, а вдруг по-другому. Но я здесь не буду показывать это вот уже оценкой, не буду подробно это рассказывать, потому что времени просто нет. Здесь рассматривается поле однородное, но завище от времени, произвольным образом. И вот видно, что хи-ат-ау, как говорится, зависит от времени, вот таким вот образом. Она растет. И что самое важное, что самое интересное, что вот хи в момент времени ускорения порядка единицы. И оказывается, что омега-тау вот такой. То есть омега-тау может быть маленьким, если е больше, чем 10 минус 2 е на е-дес. Омега-тау ускорения будет маленьким. А импульс поперечный оказывается много больше массы. То есть частица становится ультраэтивистой. И поэтому можно писать вот такую вот зависимость. Вот такую зависимость. То есть как ни странно, вот если я обратно переведу, вот в этой формуле вот в этой формуле видите, она вроде как бы вот эта единичка маленькая по своему эмоции. Несмотря на то, что омега-тау маленькая за счет того, что она ноль-ташит. Вот. И такой же результат для двух сталкивающих линейно-правилизованных лазерных импульсов тоже оценка была сделана и так далее. А сейчас вот самые последние результаты, которые еще никак не оформлены, Женя Велькар в этом деле принимал активное участие, показывает, что для любого поля такой ответ получается. Любого. А это означает, что значит, частица достаточно быстро ускоряется до креативистских энергий и значит, тогда можно для излучения использовать формулу встречного и можно ввести время жизни электрона время жизни подпишем к излучению а время жизни фотона, который примерно тот же порядок имеет. Ну, еще есть время нахождения в импульсе. Оценка самая грубая стоит в том, что если размер лямбда пятна, диаметр, то лямбда пополам делит на цепь. Может, как говорится. Может, может, но уж не меньше. Я хочу сказать следующее. Вот обратите внимание, что здесь приближение постоянно локально постоянного поля работает. Но частица излучила, а потом она двигается каким-то образом в какой-то траектории. И тут уже, конечно, поле нельзя рассматривать как встречное. Потому что только эффекты, которые формируются в очень маленьком объеме, маленьком по сравнению с характерными неоднородностными поля, можно рассматривать как постоянное поле. А от одного момента к другому она двигается по какой-то траектории тут поле нельзя работать. Какое есть, такое и есть. Понятно, что я говорю? Так вот, утверждение следующее. Вот мы ввели все эти времена. Вот если такая иерархия времен выполняется, то тогда каскад будет развиваться. Тогда каскад будет развиваться. Так вот, оказывается, условие для развития каскада выглядит таким образом. возродать величина мю оказывается должна быть больше или порядка и вниз. Появилось новое характерное поле где-то со звездочкой, которое просто есть альфа на критическое поле. И что интересно, физический смысл этого нового поля состоит следующий, что работа поля на длине пробега свободного электрона порядка мс-квадрата. В этом физический смысл этого поля. и она определяет натуральный пород для электровознекновения электромагнитных каскадов. Они возникают от 10-25 ватт в квадрат в сантиметр. То есть, иначе говоря, еще до рождения пары, если туда попала частица, мне уже говорят, она может попасть, то каскад обязательно разобьется. Ну, вот есть космические ливни, всем известно, я специальную картинку показываю, чтобы подчеркнуть отличие вот этого процесса от того процесса, который мы рассматриваем. Почему? Потому что здесь атмосфера, атмосфера ливни, атмосфера является лишением. Вот у нас идет космические частицы, произошло столкновение, образовались новые частицы, каждая по ливень, рождая другие частицы, образовался ливень, ну и как энергия вот этой начальной частицы закончилась, так все, ливень прекратился, больше не развивается. А отличие нашего случая стоит в том, что у нас самоподерживающие в косках, потому что у нас внешнее поле не только мишель, но еще и ускоритель. То есть частица сталкивается с полем излучила фотон, или фотон столкнулся с полем, родил пару, энергию свою, то есть про фотон я зря сказал, про электрон, излучил фотон, потерял свою энергию, и дальше его опять ускоряем. Поэтому процесс здесь определяется не энергией, начальной частиц, как раз энергии электромагнитного поля, самого лазерного поля. Это тоже очень важно. И значит, ну это я уже сказал, да, и что теория работает, когда поле меньше критического. Юрий Иванович, у меня сейчас лекция, извини, я потом перезвоню. Давай, пока. Значит, вот эта вот картинка, она интересная. Вот это вот число пар, которые возникают за счет каскада. Ну вот я посадил за частицу, значит, военную тайну, раскрывать не буду, как я туда засуну. У меня есть частица. И если есть частица, то здесь напряженность поля, вот этот параметр моего. Помните, еной, где облетунный поля не со звездочками. Вот это вот растет, да? Так вот, соответственно, количество пар тоже, которое растет. А вот это, что такое? Это на самом деле это кривая энергии поля. Поле же тоже растет. Е растет, энергия поля растет. И вот вы видите, что количество пар растет быстрее, чем растет энергия поля. В какой-то момент эти кривые пересекаются, и поэтому, если вы туда частичку посадили, то, в конце концов, должен разрушиться отглаза на юность. Правда, еще раз обращаю на ваше внимание, что эта картинка работает когда-то. Я считаю, что у меня пары рождаются, а с полем ничего не происходит. Обратного влияния нет. На самом деле не так. А как бы на самом деле, я покажу. Мы сейчас работаем в предположении, что, как говорится, поле задано, и пары рождаются, ну и плевать. Сейчас с полем ничего не происходит. Вот в этот момент, в этот момент, это момент, когда это порог рождения пар. И тут количество пар сразу резко уже не по этой ленингреди, а вот по этой. То есть здесь каждая частица, которая рождается, она, ну и в зависимости от напряженности поля, она, так сказать, все больше изрождается. Ну, соответственно, множественность каскады, как говорится, увеличивается мгновенно. И поэтому вот это вот сравнивание энергии пар с энергией поля, оно происходит гораздо раньше. Поле опять разрушается. То есть каскады, это есть механизм ускорения, разрушения лазерного индекса. Ну, эти результаты, они, как говорится, подтверждаются вычислениями. Значит, специальный код был разработан с Монте-Карло и частицам ячейки, пик-код, комбинация их, она, как говорится, исходили вот из этих уравнений. Это уравнение, которое, ну, учитывает все эти процессы. Вот это вот картинки, которые иллюстрируют здесь просто поведение, значит, вот параметры хии, значит, потом этого самого среднего значения энергии и, соответственно, угла между импульсом электронной поля, который получен вот с оценками элементарными, а эти вот уже получены с помощью вычислений. Вы видите, что все это вблизи кодице единицы. То есть оценки, я считаю, так сказать, идеально хорошие, но что-то не должно быть. На порядок нет, где-то близко к единице, но здесь два раза это, в принципе, хорошая. Ну, это то же самое, значит, вот этот элемент как функция безразмерной силы безразмерного этого паралека поля для двух разных частот. И вот это симуляция, вот это и вот это, а вот это оценка, как видите, значит, оценки работают великолепно. Эта картинка просто иллюстрирует следующее. Обратите внимание, что вот это энергия электронов, которые вылетают из лазерного импульса, а это энергия подтонов. ну, почему так? По 50 гэф электроны получается и фотоны по 30 гэф. Это, значит, способ получения частиц высокой энергии, ну, правда, это не устроитель, как вы понимаете, устроитель, причем, сделать, там, разные параметры, надо ли, сам факт, что просто за счет этого эффекта энергии получается высокий, он сам по себе очень интересный. Это вообще отдельная тема, может быть, кто-нибудь как-нибудь вам здесь расскажет, а может, уже рассказывали про разные схемы ускорения, лазероплазменного ускорения. Был такой семинар? Не было? Был еще не было, не было, но надо обязательно сделать такой семинар. Это очень интересно, потому что там гэфы, значит, ну, знаете, ускорение, слэп, да, с линейной ускорением, длина какая там, 3 километра, значит, получается энергия 50 гэф значит, на этом ускорителе, а вот лазерно-полазменное ускорение уже сейчас гэф получают на сантиметр. На сантиметр. И это классальная перспектива для... А вот, наконец, учет обратного влияния. Значит, вот у нас есть некая частичка, вот она здесь есть, и она так идеально расположена по центру, это еще я одну военную тайну открываю, по центру, что никакой фандерматорики здесь не будет, вот так абсолютно все симметрично, поэтому вот здесь частички есть, и два импульса сталкиваются, на металле, и все. И вот, значит, что происходит. Вот эта вот картинка с учетом, вот здесь вот, у нас, это что у меня, это плотность электрона, это плотность гамма, а это, а это плотность энергии поля, вы видите, что вот они сталкиваются, начинают рождаться электроны, позитроны и фотоны, вот плотность, а, соответственно, плотность энергии, энергии импульса, она, как говорится, соответственно, уменьшается. То есть, это то, что происходит в реальности. То, что происходит в реальности. Значит, это не исчезло. И, соответственно, каскады прекращают, потому что, как только у вас энергия, то есть, напряженность в поле упала до значения, которые, так сказать, меньше необходимого для развития каскады, то, естественно, процесс прекратился. Поэтому взрывы не произошло, а вот это происходит вот так. Ну, вот здесь, на этой картине, как раз написано, значит, вот эта полная энергия, всей системы, вот эта вот, значит, энергия электрон-позитронных пар, это энергия фотонов, а вот это энергия лазерной выгодности. То есть, вот оно происходит так постепенно, к сожалению, не взрыв. На самом деле, эту всю деятельность инициировал некий человек, который зовут Жарамуру, человек, который придумал технологию CPA, это черпированное усиление лазерного импульса, излучение лазерного импульса. В свое время, в 86-й год, значит, первая работа была, новая стритка. Значит, после этой работы интенсивность, ну, я часто рисую картинку, но здесь нет, но вот как-то развивалась, росла интенсивность лазерного излучения симпульса. Сначала, начиная там с конца 50-х годов, да, она очень быстро росла, линейно, вот здесь 13-й примерно зашла, а потом наступил период стагнации. Это никак не могли увеличить. И вот все это продолжалось до 86-х годов, а то использовали технологию CPA, то опять начался линейный рост, и здесь 13-й, вот, ну, правда, за много лет, но, ну, как-то там много, за 20-й, да. Но, тем не менее, интенсивность выросла, ну, почти на 10 порядков, ну, на 9 тоже. И вот он, как бы, мечтал о том, как бы взорвать ванну. Ну, взорвать ванну не получается, но эффект тем не менее он такой. Ну, ладно, это я не буду. И вот я хочу сказать, что на самом деле результат-то не новый, потому что Бор еще в 31-м году высказал утверждение о том, что невозможно создать поле с напряженностью порядка политического. Взял и сказал. Значит, он нигде это не опубликовал, ни в какой статье. На самом деле, я впервые, значит, увидел это утверждение в книжке «Безумер Феррида. Атомный спект», притом второй, где обсуждался самый парадокс Кляйна, так называемый. Не могу сейчас его говорить. Значит, завтра этот парадокс Кляйна разрешал, у него в работе в 31-м году как раз появилось «Келетическое поле», и он в этой работе написал о том, что ему Гайзен передал слова Бор о том, что поле такое на себе сделать нельзя. Значит, должен вам сказать, что, значит, многие люди это читали, но как-то никто не обращал на это дело внимания, тем более, что, ну вот, кстати, один из основателей всей этой науки, Владимир Иванович Ритвас, он мне говорил о том, что почему-то критическое называет. ничего нам критического нет, ничего не происходит, все формы обандуются на микрокритическом поле с ним ничего не происходит, все нормально. Поэтому он в своих работ назвал характерным. Вот. Так вот, Аборд сказал, что нельзя. Почему нельзя? Ну, ничего не отмечает. Так вот, нельзя именно по тому, о чем я сегодня рассказываю. просто дело в том, что если вы создаете такое поле, неважно, каким образом, но если вы взяли, так сказать, в микронном объеме, создали поле близкое к политическому, или наращиваете его там, то при этом поле начинает с ним рождаться пара, плюс еще вот эти самые эффекты, усиления за счет развития каскада, и все это поле действительно может потолканить вот магнитное поле, пожалуйста, для меня это ограничение, потому что магнитное поле пара не рождает, поэтому правильное утверждение будет такое, что нельзя создать поле с напряженностью порядка критической, но поле рождающего пара, а не любого поля. Электромагнитные каскады могут инициироваться и активистскими частицами, в частности, просто вот у вас есть лазерный импульс и электронный, у вас будет возникать вот такой электромагнитный каскад. Это еще один эксперимент, который можно делать на установках типа EY или XALS, но на самом деле эксперимент такого типа уже существует, знаменитый SLAP E144 эксперимент, значит ну там просто что, там сталкивалось вот собственно что там происходило, S-Amerga это лазерный импульс, значит сталкивался с электроном, электрон излучал, излучал фотон в направлении своего движения, а этот фотон уже в том же самом поле порождал пары, то есть вот такой эффект происходил, вот на диаграмме я вижу, вот где-то здесь влучается фотон, а потом фотон через некоторое время рождает пары. Эффект наблюдался, вот я здесь сделал оценки и получил со своими оценками значит множество множеством из каскада 2 на 10 минут в стороне. Что значит? Это, грубо говоря, один случай рождения пары на 100 выставок. неприлично хорошее совпадение с экспериментом. Просто неприлично. Делается оценка, потому что источник до числа оценок воспроизводил результат эксперимента, это просто неприлично. Но тем не менее, вот отлично согласен с этим. То есть такое наблюдалось. Ну а если сейчас это делать, то на самом деле можно, ну вот параметры всякие написаны, значит, когда это можно делать, ну, можно видеть до 30. Хотя, хотя, вот этот большой вопрос и мой ответ на самом деле можно ли, ну, скорее всего, нет. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что частицы очень быстро теряют свою энергию, а механизм ускорения, как говорится, начинает работать, если поле достаточно сильное. Ну а это самое ускорение, оно замедляет развитие каскадов, то есть оно способствует развитию каскадов и поле уменьшается. Поэтому, если это все учесть, вот все, то как бы не очень понятно, как это все будет, но тем не менее сам. Ну и еще одна вещь, которую я хотел сказать, что, вот говоря, что это VLA 10 26, это значит параметр 0 и 10 в 5, а поле еще много меньше критического. Если частица имеет 10 в 5, то хи имеет 3 на 10 в 23. Однако, значит, вот в моей еще старой работе было найдено, что параметром теории взмущения является вот такой параметр. И он для этих значений параметра оказывает порядка единиц. А это означает, что теория взмущения в панкелетопинамике не работает. А это означает, что мы вообще не знаем никаких вероятностей и никакой процесс. и что здесь целое поле для деятельности это совершенно не наука выход за рамки теории взмущения не пертурбативная физика, но, как говорится, флаг в руку молодежи. Все, спасибо за и что это. Спасибо. 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 Вопросы какие-то есть? Да. Правильно я понял, что растащить флаг до сих пор еще не удается? Нет, никто не удается. А как, собственно, наблюдается флаг? Никак не наблюдается. не удается. как говорится, что если удастся, то в период уже сравнивается. с точки зрения рождения пар нет. С экспериментом на слэйке, но там не рождение пар в поле. Там пара рождается фотоном. Там что? Там электрон сталкивается с лазовым универсом. Электрон излучает фотон. Фотон имеет энергию. Значит, ну, грубо говоря, в среднем 30 г. Даже больше. 34 там или что-то в этом роде я с точки не помню. Впрочем, у меня там написано. Можно вернуться и посмотреть. И этот жесткий фотон в слабом там интенсивность лазера была 10,18 ватт в квадрате сантиметра. Совсем маленькая. Совсем маленькая. И, как говорится, тем не менее, вот этот параметр капу был где-то, ну, порядка 10 минус первых. Может, там, 2, 10 минус первых. Что-то вот так. Капу до этого фотона. и такой фотон может родить пару. Фотон рождает пару, это эффект наблюдался. И, как говорится, чего там, фотон разорвал эту самую. Фактически, что? Фотон разрывает эту самую, не поле внешнее разрывает, а вот в поле у вас образовалась эта петля, а фотон ударил и разбил эту пару. Разбил пару, они разлетелись, на расставе больше контурской длины, дальше они летят каждая сама по себе и они попадают в детектор, который, как говорится, просто можно их регистрируют, можно зарегистрировать и поверить энергию и так далее. Можно прямо схему показать эксперимент, как все делалось и прочее. А вот так, чтобы само поле разорвало, такого не было. И это никто еще не наблюдал. Значит, речь о том, что я как раз и говорю, чтобы наблюдать, нужно как минимум иметь 5 на 10-25. Да еще эти 5 на 10-25 нужно сделать так, чтобы разделить пучок на много на 24, а потом когерент их сложить, тогда эффект увидится. Понимаете? А если вы берете один, то вам нужен 10-28. Какая энергия электронов была там в этом последнем сфере на слэйке? Энергия 50-1. Энергия 50-1. На слэйке энергия 50-1. Там 49 им 50-1. То есть он больше участвует в своей энергии и дам квантов отдал. Да. И надо сказать следующее. Дело в том, что нелинейная квантовая электродинамика поле должно быть очень сильное. Но на самом деле, если аккуратно говорить, то поле должно быть очень сильное в системе покоя частиц. Вот здесь частиц взаимодействуют. Почему здесь берется эксперимент 10-18 квадратных метров это ниже критического по интенсивности на 11 порядок. А тем не менее нелинейный эффект наблюдается. Почему? Потому что есть вот этот самый параметр. Реативист не ловится на вариантные химии. И поэтому этот параметр, если вы посмотрите, какое поле электрон видит в собственной системе отсчета, то вы увидите, что в собственной системе отсчета он видит поле близкое критическое. И это важно, чтобы поле было близко критическому в системе, где частицы покорятся. Вот для вакуума там нет частиц, там уже абсолютные значения. Там вам нужно сильное поле 10-29, но как мы видим, меньше на самом деле, 5 на 10-20. Вот его нужно сделать. А если речь о процессе, который инсируется в инфериске с числе, то это не нужно. за счет того, что если использовать ту критерическую частицу и в той системе, где она покоится, поле будет очень большое. Лоренс-фактор будет большое. Потому что Лоренс-фактор электроны 50-лев какой? 10-5. 10-5. Значит, в ее системе поле в 10-5 степени раз больше, чем лаборатория системы. Еще раз. Еще раз. Спасибо. Спасибо. Еще раз я хотел задать. Какие идеи по поводу того, как вы строите метод? Шлип-каклэн. Он там на пути. Стоять. нужно начинать зарождать пары. А существовали как-то естественные выстрелите пары, как мы делали? Нет, я думаю, нет таких людей. Я более не получится. Я вам расскажу историю. У нас уже была такая история с Александром Михайловичем Федотовым, сотрудничеем с некой итальянской организацией, там есть такой физик, достаточно известный, верно, который придумал механизм взрыва смертного. Сказал, что это все очень просто. У нас есть заряженная звезда, пусть она класть. И как только она достигнет радиуса, при котором напряженность поля на поверхности этой звезды будет равняться критическому полю, то произойдет взрыв. Вот этот взрыв будет быть. и он попросил нас с ним этой задачей заняться. Мы занялись. И, как говорится, объяснили, что на самом деле пара начинает рождаться раньше, и на самом деле начнет вытекать заряд. Он даже ввел название диадосферы, почему-то радиус диадосферы, это радиус звезды, при котором поле будет равняться к литическому полюсу. И соответственно, потому что до этой диадосферы тела не дойдет. Заряд будет утекать. Пара будет рождаться, но допустим, он положительно заряжен. Значит, соответственно, позитроны будут полетать, а электроны будут уменьшать заряд. Понимаете? Вот, если посмотреть в вопросах, то видно, что никакого взрыва не произойдет. Ну вот, на этой почве мы с ним поссорились. Пару я вообще не разговариваю. Взрыв невозможно, потому что взрыв нет. К сожалению. А вот почему, к сожалению. взрыв нет. То есть, как бы, идея, это та же самая, что я не называю, крикмасса. То есть, вы сделали крикмассу, взрыв произошел. Не сделали крикмассу, нет. На самом деле, там тоже есть такая вещь, что если просто два полу-другому пускай сложить, то взрыва не будет. Он просто испарится, там особенно тоже нужно. может создать историю? Ну, там и может создать историю. Потому что процесс начинается, но в любом случае начинается. Как бы мы там ничего не конфигурировали, но начинается. Нельзя, наверное. А как-нибудь магнитное поле подавить на рождение парки? Магнитное поле, да, может подавить на рождение парки. Магнитное поле замедляет этот процесс. В какой-то момент выключаем магнитное поле, когда оно давило, давило, да? Они сфокусировались, и в этот момент поле отключается, магнитное, если оно давило, и тут-то вот все и срывается. Здорово. Здорово. Еще есть вопрос? Не могу. Не могу. Отлично. Спасибо.